Всем привет! С вами Андрей Полховский. Это видео для тех, кто первый раз едет в Турцию. Но, вероятно, оно окажется полезным и для тех, кто уже посетил Турцию и собирается сделать это еще раз. Сделаем акцент в кранце на основные моменты. Это видео будет коротким. Я не люблю длинные видео и ценю и ваше, и свое время. Поэтому стараюсь вместить максимум полезной информации в минимальный промежуток времени. Итак, условия въезда. На текущий момент сентябрь 2021 для белорусов летим без виз и с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до вылета. Либо тестом на антиген, либо сертификатом о вакцинации любой вакциной. Для посещения Турции сейчас необходимо иметь также ХЭС-код. Это регистрация в Министерстве здравоохранения Турции. Для наших туристов мы его делаем и выдаем с пакетом документов. Если вы летите самостоятельно или ваша турфирма вам его не делает, то ссылка, как его сделать, находится сейчас здесь. Я снимал об этом подробное видео. Иметь ХЭС-код можно в распечатанном видео, либо в электронном в телефоне. Маски носятся везде, кроме самого отеля. В полете на трансфере в общественных местах везде обязателен масочный режим. Отель. При выборе отеля максимально озвучивайте свои пожелания турагенту, чтобы отель оправдал ваши ожидания. Если вы смотрите при выборе на самую низкую цену и ваш бюджет сильно ограничен, в этой цене часто бывают не лучшие предложения отелей, либо отели с категорией номеров с названиями промо-рум, эконом-рум, аннекс-рум. Внимательно изучайте описание и расположение таких номеров. Дешево не значит хорошо. Они могут стоить всего лишь на 30-50 долларов дешевле категории стандарт, но могут располагаться при этом в дополнительном корпусе через дорогу или находиться на каком-нибудь там подвальном минус-пером этаже. Там нет окна или еще какие-то моменты там могут быть по этим номерам. Заселение и выселение. Обратите внимание, что международные правила говорят, что заселение происходит после 14-ти выселения до 12-ти часов. Если вы прилетели рано утром и номера не готовы, можно оставить вещи в багажном отделении, переодеться в спа-центре и идти изучать территорию отеля на море или на бассейн, а не просто сидеть и ждать, пока вас заселят. Вы можете провести это время с удовольствием, либо проявить свои коммуникативные способности и попробовать заселиться пораньше. Отели часто предоставляют такую возможность, если есть свободные номера и они готовы. Возможно, это произойдет не сразу в 6 часов утра, но в районе 9-10 вполне может быть это возможным. Имейте в виду, что некоторые турецкие отели не размещают одиноких мужчин или двух мужчин в одном номере. Это нужно учитывать. Это не значит, что вы приедете, а вас не заселят. Это значит, что при бронировании отель не подтвердит вашу бронь и размещение. И, соответственно, туроператор не подтвердит ваш тур, а вам будут предложены альтернативные варианты. Концепция отеля. Важный момент. При заезде изучите, возьмите на ресепшн сразу концепцию в бумажном виде. Вы сразу будете знать, что включено, какие объекты инфраструктуры имеются на территории, где бары, когда раздают мороженое, где кондитерская, какие услуги включены, часы работы. Особенно, если вы едете в отели с большой территорией свыше 50 тысяч квадратных метров. Если вы этого не сделаете, то можете в последний день отдыха найти что-нибудь интересное, а можете вообще не узнать, что включены какие-то услуги, которыми вы могли бы воспользоваться. Отельный гид. На территории Турции вас встречает принимающая сторона в лице гида. Получите от него информацию, запишите телефон, и если вдруг у вас появятся вопросы, вы сможете ему позвонить. Самое основное, что вам нужно от гида, получить информацию об обратном выезде. Остальное на ваше усмотрение. Покупать ли у него экскурсии, либо нет, мы не будем говорить об этом в этом видео. Нужно ли говорить по-английски? Часто люди думают, что нужно говорить по-английски, либо по-турецки, чтобы тебя понимали в Турции, что будет какой-то языковой барьер. Обслуживающий персонал, особенно работающий в туризме, часто говорит по-русски или как минимум знает пару фраз, достаточных для минимального общения. Что касается рынков или покупки экскурсий, где вы хотите потратить деньги, вас обычно поймут на любом языке. Деньги. Какие деньги брать с собой? Можно ли рассчитываться карточкой? Можно брать и доллары, и евро. Я предпочитаю брать с собой доллары. Почему? Потому что часто 1 евро может равен быть 1 доллару. Соответственно, выгоднее рассчитываться долларами, а еще выгоднее рассчитываться лирами. Это местная валюта. И если планируете ходить на рынки или активно перемещаться по стране на общественном транспорте, то проезд стоит, например, 4 лиры. Если у вас нету лир, вам скажут, например, 1 доллар. Водитель сдачи не дает. А 1 доллар вы можете поменять примерно сейчас на 8,5 лир. Если у вас немного покупок, и вы хотите просто потратить 20 долларов на сувениры и магнетики, можете ничего не менять. Вы особо не почувствуете никакой разницы. В магазинах вы можете рассчитаться также долларами. картой рассчитываться также можно. Выгодно ли это будет для вас? Уточняйте в вашем банке. Зависит от того, в какой валюте ваша карта и какой курс конвертации. При обмене валюте уточняйте, какой курс, есть ли комиссия, или уточняйте, сколько я получу за конкретную сумму. Что делать, если у вас образовалась проблема на отдыхе, либо при заселении? В первую очередь сообщите об этом на ресепшн, либо гест-релэйшн. Гест-релэйшн – это специалист по приему гостей, и его задача – помогать вам, и помогать, и делать ваш отдых комфортным. Это будет гораздо быстрее, чем вы обратитесь к турагенту. Турагент к оператору, оператор к принимающей стороне, принимающая к отелю, отель к сотруднику. Чтобы исключить эту цепочку, обращайтесь сразу к гест-релэйшн, либо на ресепшн. Турагент тоже может вам помочь, но на это может уйти гораздо больше времени. Нужно ли оставлять чаевые официантам? В целом, 5-10 лишних долларов по сравнению со стоимостью тура – это ничего. А для обслуживающего персонала это всегда приятно. Поэтому почти всегда несколько лишних долларов позволяют улучшить отношение обслуживающего персонала именно к вам. Нужно ли ложить 10 или 20 долларов при заселении? Мое мнение – нет. Сначала посмотрите, какой номер вам дают. Вполне может оказаться, что он оправдает ваши ожидания и будет даже лучше, чем вы ожидаете. Потом, если вас что-то не устроит, вы можете поменять и договариваться по месту. Улыбка и несколько слов по-турецки сделают больше, чем несколько долларов. Доброжелательное отношение прежде всего. Я несколько раз был свидетелем того, что туристов, которые скандалят, заселяли ровно в 14.00, и не минуты раньше, и при этом не в самый лучший номер. Интернет. Wi-Fi есть практически во всех отелях. Он может работать не везде, либо иметь низкую скорость, но он и есть. И если вам нужно отправить несколько сообщений, отправить пару фоток, то вполне справитесь. Если нужен интернет постоянно, стабильно и в кармане, то рассмотрите покупку местной сим-карты либо пакета интернета для роуминга вашего мобильного оператора. Изучайте перед вылетом тарифы вашего мобильного оператора. Имейте в виду, что в Турции активное солнце, активность которой вы можете сразу и не заметить. Поэтому в первые дни особенно пользуйтесь солнцезащитными кремами. Будет очень неприятно, если вы сгорите в первые дни и будете мучиться потом. Вкратце, это все основные моменты, на которые я бы обратил внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не успели этого сделать. И до встречи в новых выпусках. Всем привет из Турции.